Это программа «Город 112». Прямо сейчас я, Андрей Чумаков, расскажу о наиболее резонансных происшествиях и дорожных конфликтах этой пятницы. В частности, вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Частную клинику заминировала продавщица кваса, что толкнуло лжетеррористку на такой поступок. Протаранил легковую машину и сбил дорожный знак. В Краснодаре инкассаторский броневик попал в ДТП. Британского грабителя вычислили по фотографиям в его же телефоне. Очередная подборка криминальных ляпов в правовых абсурдах. Теперь подробности. Лжетеррористку, заминировавшую накануне одну из частных клиник Краснодара задержали полицейские. Ей оказалась 33-летняя продавщица кваса. Полицейские нашли ее на рабочем месте, неподалеку от самого медучреждения. Правоохранители доставили задержанную в участок и допросили. Практически сразу она во всем созналась. По ее словам, на такой поступок пошла, чтобы отомстить руководству клиники. Незадолго до этого продавщица поссорилась с ними из-за их машин. Женщина утверждала, что транспорт закрывал обзор на ее торговую точку. Напомню, вчера около полудня в клинику позвонила женщина, которая предпочла остаться инкогнито. Она сообщила, что в здании заложено взрывное устройство. Территорию оцепили полицейские, а сотрудников и посетителей, около 400 человек, эвакуировали. Кинологи и взрывотехники обследовали помещение, однако ничего, что могло бы представлять угрозу, так и не нашли. К 13 часам оцепление сняли и людям разрешили вернуться в здание. Правоохранители завели на лже-террористку уголовное дело. Во время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде. Месть медработника может закончиться для нее тремя годами тюрьмы. В Краснодаре осудят цветовода за убийство своего коллеги-соотечественника и подозреваемый его жертва граждане Узбекистана. По информации пресс-службы Краевого следкома, преступление было совершено в столовой одного из цветочных питомников в хуторе Ленина. Туда коллеги пришли на обед. Во время беседы они поссорились и один из цветоводов в порыве эмоций схватил со стола нож и нанес им один удар своему коллеге в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным. Убийца пустился в бега. Однако уже через несколько дней был задержан полицейскими. Накануне завершилось расследование этого уголовного дела. Материалы уже переданы в суд. Необычное ДТП произошло в Краснодаре на перекрестке Суворова-Карасунская. Там инкассаторский автомобиль протаранил легковушку и сбил дорожный знак. Видео аварии уже появилось в соцсетях. По словам очевидцев, виноват в случившемся водитель белой иномарки. Поворачивая на Карасунскую, он не уступил дорогу машине инкассаторов. Она ехала по Суворова в сторону Ленина. От мощнейшего удара многотонный бронированный фургон вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. К счастью, в этот момент там не было пешеходов. По информации автоинспекторов, ни участники ДТП, их пассажиры серьезно не пострадали. Тему дорожных конфликтов продолжим в нашей автомобильно-аварийной рубрике ЕДД. Смотрим и анализируем. Начну с происшествия на Уральской. Там отечественная шестерка стала жертвой многотонной фуры. Вероятно, «Жигуленок» попал в слепую зону тягача, так как после столкновения грузовик еще несколько метров тащат его за собой. В плотном потоке машин скорость обоих транспортных средств была небольшой, поэтому и повреждения оказались несерьезными. Теперь рассмотрим ДТП на Таманской. Здесь водитель «Газели», пересекая Ставропольскую, явно нарушает правила дорожного движения, не уступив дорогу машинам, которые едут по главной. Последствия не заставили себя долго ждать. Белая приора врезается в переднее правое крыло грузового автомобиля. В результате помятые бамперы, крылья и разбитые фары. Жертв нет. А вот еще одна авария, но на этот раз ситуация довольно спорная. Как следует из видеозаписи, ДТП произошло по вине обоих водителей, столкнувшихся машин. Водитель белого «Фольксвагена», намереваясь повернуть на Дзержинского, выезжает далеко за стоп-линию. Обзор ему перекрывает такой же нарушитель, но на белом внедорожнике. Дождавшись зеленого сигнала светофора, оба начинают движение, но никто из них не ожидает, что в последний момент перекресток попытается проскочить «шестерка». Водитель «Жигулей», двигаясь на большой скорости по улице Дзержинского, проезжает на красный. Из-за столкновения чуть не сбивает трех пешеходов. К счастью, никто не пострадал. Ну и напоследок ДТП в Пашковке. Сворачивая с улицы Сормовской, водитель серого хэтчбека не пропустил мотоциклиста, который едет по той же Сормовской, но в сторону центра. Вследствие чего и происходит столкновение. Сам байкер не пострадал, а лишь отделался несколькими царапинами и ссадинами. К счастью, госпитализация тоже никому не понадобилась. В завершении увиденного на ум приходит одна фраза. Водители, не ездите быстрее, чем летают ваши ангелы-хранители. Помните об этом, садясь за руль. Ну а мы продолжаем. Странного вора задержали краснодарские полицейские. Он украл аквариум в зоомагазине. О преступлении в полицию сообщил хозяин соседней торговой точки. Он заметил, как неизвестный мужчина взломал дверь и зашел в помещение. По словам звонившего, подозрительный человек до сих пор находится внутри. Буквально через пару минут за магазин ворвался дежурный наряд патрульно-постовой службы и задержал вора. Тот прятался от полицейских за прилавком. На допросе 39-летний задержанный рассказал, что проник в магазин, чтобы украсть аквариум. Хотел подарить другу на день рождения. Оказалось, что раньше он уже был неоднократно судим за квартирные кражи. Теперь рецидивисту грозит новый срок. До пяти лет тюрьмы. Тему криминальных курьезов прямо сейчас продолжим в нашей рубрике «Правовые абсурды». Сегодня поговорим о зарубежных преступниках. С нашими, конечно, они не сравнятся, но тоже кое на что способны. Итак, начну со случая, который произошел в Соединенных Штатах Америки. Подсудимый по делу о вооруженном ограблении Деннис Ньютон отказался от своего адвоката и стал защищаться сам. И у него даже неплохо это получалось, пока прокурор не вызвал свидетеля. Женщину-менеджера ограбленного магазина, которая его опознала. Деннис вскочил, обвинил свидетельницу во лжи и в сердцах заявил ей. Жаль, что я тогда тебя не застрелил. Правда, тут же быстро добавил. Если бы, конечно, я был на месте преступления. У присяжных заняло не больше 20 минут, чтобы признать Ньютона виновным. Ну и еще одно преступление, которое произошло в Великобритании. Оно считается там одним из самых глупых. 30-летний Дэвид Келли потерял свой телефон в то время, когда он и его сообщник удирали на автомобили от полицейских после совершения разбойного нападения на агентов недвижимости. Им удалось заполучить 6 тысяч фунтов стерлингов. Полицейские обнаружили в его сотовом телефоне альбом с фотографиями преступника и его супруги. Грабителя осудили на 6 лет. Еще одной очевидной глупостью, которую совершил Келли, было то, что он воспользовался своей машиной для ограбления. Другая интересная подробность грабежа заключалась в том, что его сообщник угрожал агентом-пистолетом, который на деле оказался молотком. К этому часу у меня все. Соблюдайте законы, чтобы тоже не прославиться в наших правовых абсурдах. Новая информация в очередном выпуске «Город 112». Увидимся в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok